Здравствуйте! Дмитрий Чукреев с коллегой из автономной некоммерческой организации «Адаптация» заглянули в хостел для чужестранцев на пионерке. Под привлекательной вывеской «Гостевой дом Алладин», за порогом которого общественные ревизоры обнаружили честную ночлежку, плотно заставленную двухъярусными кроватями, большинство из которых даже в столь поздний час пустовали, что неудивительно. Общественники полагают, что здесь, на первом этаже жилой малой этажки на Блюхера-12, скрывается один из хостелов с сомнительной репутацией. Стало известно, что компания занимается здесь по бизнес-строй, который ведет деятельность хостела. Ее распоряжение находится в 18 кроватей. И по информации директора Александра, там проживает порядка 16 человек в данный момент. Хотя из источников стало известно, что данный хостел поставил на учет с 1 января 2023 года 180 человек и, возможно, даже больше. Тем самым, эта схема является, на наш взгляд, и на взгляд законодательства незаконной, так называемой резиновой хостел. О резиновом хостеле на пионерке «Народный контроль» узнал от гражданина Узбекистана. Тот приехал в Екатеринбург на заработки, устроился на завод. Но начальство потребовало у новичка-пролетария прописку. Да и жить ему было негде. Долго мыкаться гастарбайтеру не пришлось. Земляки подсказали, куда нужно обращаться по поводу квартирного вопроса. У меня денег так много не было, и мне сказали, можно сделать дековозы. Ну, земляки, сказать. Где еще раз? Ну, дековоз. Дековоз? Да. Это в Екатеринбурге, да? Да, в Екатеринбурге и Сулимова. А на Сулимова где? Где-то там. На Чикистов? По-моему, так. А там какой-то офис или что? Там на улице стоят. На улице прямо стоят? Да, я не могу. И вот пришел я к ним, они сказали, вот сюда. Луки, вот 12. Этому мигранту, надо сказать, еще повезло. Правда, в гостевом доме «Аладдин» его не пустили дальше порога. Но зато работяга кое-как смог перекантоваться у друзей. Как полагают общественники, многим его землякам с фиктивной пропиской в таких вот резиновых хостелах приходится жить, где придется. Мигранты приезжают в территорию нашей страны, чтобы заработать денег, устроиться на работу и, конечно же, по возможности легально находиться на территории страны. Однако попадают в руки непонятным организациям, которые занимаются, по нашим данным, преступной деятельностью. Кривым способом помогают им сделать временную регистрацию. Тем более, человек, если обратился, сделали ему регистрацию, заплатил он 2000, поставили его на учет в хостеле. Данный хостел называется «Резиновый», потому что на самом деле вместо 15 мест, которые может разместить хостел, там заселяются 100, 200, 300 и более иностранцев. И, разумеется, они там не живут. Где они потом оказываются? Они оказываются на стройках и других местах, где проживают в различных вагончиках либо в каких-то непонятных постройщиках в житиях. Валадине, народному контролеру, удалось пообщаться с одним из постояльцев, который, по его словам, живет здесь с прошлого года. Все хорошо у вас? Да. Давно живете здесь? Давно живете? Да, да. Сколько? Ну, примерно 4-5 месяцев. Сколько платите за это? 9 тысяч. Месяц? Да. Понятно. Кормят, не обижаются, хорошо? Да. Все. Администратор мигрантского хостела, испуганный парнишка в ответ на расспросы общественников, утверждал, что сейчас в их гостевом центре с десяток постояльцев. Сколько сейчас у вас там у чё-то посетителей, постояльцев? Я не знаю. Ну, сколько чё-то проживают у вас? Час? Что, 10? 10, да? Упалюки. 10 человек, да. Да. Сейчас телефон мы запишем. А юрады, это же, да, получились у вас? Я не знаю, если администратор как. Администратор, да? Так, а кухню можно посадить? Ревизия общественников была недолгой, ибо наматывать сотни метров не пришлось. Двухъярусные койки плотно составлены в один ряд, так что спать мигрантам приходится практически в повалку. Рядом узкий проход, и вдвоём не разойтись. На крохотной кухоньке неприятные запахи и антисанитария. На окнах стальные решётки, запасных выходов нет, огнетушителей тоже. О пожарной сигнализации, естественно, и речи не идёт. И таких хостелов по всему Екатеринбургу, по неофициальной информации общественников, даже не десятки, сотни штук. Таких хостелов на территории города Екатеринбурга, по нашей данной, порядка трёхсот штук. Один сегодня вот такой мы посетили на Блюхера-12. Как рассказал иностранец, на что он пожаловался, что с ним попросили две тысячи рублей, и даже не показали, где он должен будет жить. Потом он приехал на место и понял, что жить там просто невыносимо, и отказался от этих услуг. Итоги вечерней инспекции общественники намерены передать в правоохранительные органы.